МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Популярная ипотека. Банки республики за год нарастили выдачу ипотечных кредитов почти на треть. Затраты на проведение весенних полевых работ в регионе в 2017 году вырастут на 5% и составят 7,9 млрд рублей. Такие данные привели на коллегии Министерства сельского хозяйства республики. Почти половину из этой суммы потратят на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений. 44% затрат на полевые работы планируется покрыть за счет собственных средств сельхозпредприятий. 35% покроют кредитные ресурсы, 12% – меры господдержки, среди которых поддержка, не связанная с производственными показателями. 500 млн рублей и субсидии на молоко – 300 млн. Эти деньги региональный Минсельхоз планирует перечислить до 1 апреля. Цель нашей стратегии – создать отраслевые условия для развития агробизнеса, сформировать систему поддержки и продвижения республиканской продукции на внешних рынках, обеспечив соответствие их требований. В этом году в рамках стратегического плана мы должны произвести 185 млрд рублей валовой продукции, то есть вырасти на 20 млрд рублей к прошлому году. Это сложно, но выполнение. Рост должен быть обеспечен за счет сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Их доля должна увеличиться с 49% до 53%. Получить бесплатный земельный участок на Дальнем Востоке изъявили желание уже более 15 тысяч человек. Именно столько заявлений поступило во властной структуре Дальневосточного федерального округа с начала февраля. Получить гектар планируют жители 80 регионов страны. Ежедневно поступает более 2000 заявок, сообщают хабаровские СМИ со ссылкой на министра России по развитию Дальнего Востока. За 10 дней зарегистрировано более 2 млн посещений сайта на дальневосток.рф. Больше всего посещений из Москвы и Московской области, Приморского края, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Встать в очередь на получение Дальневосточного гектара могут и жители Башкирии. В 26 офисах МФЦ «Мои документы» все желающие граждане могут получить консультацию по услуге приема заявлений о предоставлении земельного участка на Дальнем Востоке Российской Федерации в безвозмездное пользование. Обязательным критерием к подаче заявлений является подтвержденная учетная запись на портале госуслуги. Также зарегистрироваться на портале вы можете в офисах МФЦ. Через пару недель в МФЦ можно будет не только получить консультацию, но и составить заявление. Напомним, участок на Дальнем Востоке предоставляется на 5 лет. В дальнейшем при условии освоения землю можно будет взять в аренду или получить в собственность бесплатно. На выбранном гектаре можно построить жилой дом, а также вести предпринимательскую или сельскохозяйственную деятельность. Теперь информация о курсах валют, установленных Центробанком на выходные и понедельник. Доллары и евро подешевели. Курс американской валюты по отношению к российской снизился на 17 копеек и оценивается в 58 рублей 84 копейки. Европейская подешевела на 34 копейки до 62-68. Лучшие обменные курсы на пятницу. Покупка доллара в Тимирбанке за 58 рублей 72 копейки. Продажа в банке образования за 58,99. Наиболее выгодное предложение по покупке евро также в Тимирбанке за 62,60. По продаже в банке образования за 62 рубля 85 копеек. Кредитные организации, представленные на территории Башкирии, выдали в прошлом году 30 тысяч жилищных кредитов на сумму, превышающую 43,5 миллиарда рублей. По данным отделения Нацбанка Республики, это больше почти на треть с 2015 годом, а по сумме на 40%. Темпы роста по ипотеке в Республике заметно превышают среднероссийский показатель. В целом по стране за год рост составил 22,5%, по объему кредитов почти 27. Задолженность по ипотечным кредитам в Башкирии приблизилась к 115,5 миллиардам рублей. Что касается просроченной задолженности, то она сравнительно небольшая и в общей сумме задолженности населения перед банками составляет 1% против среднероссийского показателя в 1,5%. Таковы новости к этому часу. Всего хорошего.